Ассаламу алейкум, уважаемый шейх, считается ли в исламе, что Тора и Евангелие искажены? Да, по поводу Тора и Евангелия, конечно же, однозначно, недвусмысленно в преданиях и в Священном Коране, в том числе, ясно и недвусмысленно говорится о том, что они искажены. И, например, в аятах Священного Корана неоднократно об этом говорится, например, в 75-м аяте 2-й суры Всевышний говорит о том, что иудеи что они после того, как познали Слово Аллаха, слово Аллаха, после того, как они его познали, они искажали это слово. В другом аяте, в 13-м аяте 5-й суры Всевышний говорит о том, что они некоторые слова удалили из Откровения. Говорите, им было велено хранить и запомнить. То есть, и также в этом аяте говорится 78-й аят, 3-й суры, также говорится о том, что иудеи что-то добавляли в Откровение от себя. То есть, они так говорят, так они вертят своим языком, чтобы ты считал, что то, что они говорят, является из книги, но это не из книги. И они говорят, что это книга, это книга Аллаха, что это от Аллаха. И это в то время, что то, что они говорят, то, что они передают, не от Аллаха. И что они наговаривают на Аллаха. При этом, зная наговаривают, то есть, намеренно наговаривают. Это что касается по поводу иудеев. А что касается по поводу Торы, что касается по поводу Евангелия, то об этом также имеется аят Священного Корана. Обратите внимание, в Евангелии неоднократно говорится о том, что Иса, пророк и посланник Аллаха является Богом Божьим. Например, в Откровении от Иоанна 3 глава 18 стих говорится о том, что он был единородным сыном Божьим. Что Иса был единородным сыном Божьим. Или же в другой главе от того же Иоанна 8 глава 25 стих говорится о том, что Иисус является самим сущим от начала. Говорится, что тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю я вам. То есть, в этом стихе Иисус представляется самим Богом. А теперь обращаемся к Священному Корану. Что по поводу этих слов, по поводу этих высказываний говорит сам Аллах в Священном Коране? В 79 аяте 3 суры Всевышний говорит То есть, Всевышний говорит, что мы никому из людей не дали откровения, чтобы этот человек говорил, что я являюсь вашим объектом поклонения, что поклоняйтесь мне. То есть, в этом аяте Всевышний говорит, что ни один из пророков и посланников не призывал поклоняться самому себе. Этот аят ясно свидетельствует о том, что вот эти вот стихи из Евангелия добавлены самими людьми. Это людское. Или же в другом аяте Священного Корана, это 116 аят 5 суры Всевышний говорит Что это ты сказал им? Это ты людям сказал, чтобы они поклонялись тебе и твоей матери? Таким образом, эти аяты Священного Корана ясно свидетельствуют о том, что хотя бы как минимум те стихи, которые мы засчитали ранее, они добавлены людьми, они являются откровением.